Он родился в Советском Союзе и называет себя гражданином страны. Его плакаты – зеркало эпохи, отражающие главные перемены того времени. Здесь, на выставке в новой галерее художественного музея, Александр Широбаев еще раз доказывает, что художник не борется с системой, а лишь реагирует на нее и дает право зрителю самостоятельно делать вывод. Когда я его выставил в Доме художника, в выставочном зале, это был чистый черный плакат и с таким вот подвешенным карандашом, как бы дающий какую-то почву для размышлений. Но народ у нас простой, поэтому он схватил этот карандаш и вон там много чего понаписал. Сначала там пытались бабульки, которые смотрительницы в зале, они пытались первые надписи стыдливо стирать, но их было все больше и больше и уже бесполезно. Вот тогда был такой конфликт, еще будучи членом КПСС в то время. Я в этой партии состоял, наверное, лет 15, как минимум. Меня очень, так сказать, на партбюро того Союза художников воспитывали, потому что преждевременным был этот плакат. Но, как показало время потом, все было вовремя и кстати. Плакаты художник всегда создавал по своей инициативе. В 80-е и 90-е годы заказов на них практически не было, поэтому приходилось выставляться лишь на конкурсных показах. Хотя некоторые работы получали признание у престижного тогда издательства ЦК КПСС плакат. Например, эту матрешку напечатали лишь с небольшими изменениями, а посвятил ее автор компании РСФСР по преобразованию не черноземья в оазис. Символика талонной системы выглядит у плакатиста достаточно аппетитно, хотя и шутит он на эту тему с горьким привкусом. Например, на бирочке этого младенца написано «Солнце, воздух и вода». И рассчитана она тоже только на один квартал. Но, как выяснилось, тема времени и проблемы, о которых говорит в своих работах Шарабаев, не слишком интересует молодых художников. Я знаком с тем временем, с разговором со своими родителями, близкими. И что-то мне знакомо, на самом деле, известно. Но не больше. Они мне просто нравятся. Они изобразительные, они очень красивые. Они интересные. Они интересно выполнены. Техника ничего не интересная. И при том они все разные. Они не похожи друг на друга. Сам мастер считает, что новое поколение плакатистов сейчас значительно отличается от прошлого. Именно с точки зрения незрелости гражданской позиции. Дело в том, что за 40 лет, которые прожиты там, в СССР, все-таки в сознании прочно утверждились некоторые принципы, основы моральные. Сейчас этого у молодежи еще нет. Она еще не понимает, где она, что она и кто она. Мне так кажется. Поэтому таких вот зрелых вещей от них ждать пока не приходится. Александр Шарабаев отмечает 60-летний юбилей и сам дарит подарки. Все его работы, представленные в экспозиции, пойдут в дар художественному музею. Нина Сардейска, Олег Мелехин, РТВ, Иваново.